Валерий Константинович, почему существует так называемая периодичность плодоношения? Чем оно обусловлено? Так, первое. Оно обусловлено генетическими причинами, и как бы это плодоношение неизбежно, периодичность, то есть густо или пусто. Генетику мы лезть не будем. Дело в том, что, не считая нескольких общих слов, а это такие слова. Опылитель подобрался, плодоносит, на другой год опылитель есть, а с этой стороны дерево, вот как у меня, с всех сторон дерева, а с той стороны другое дерево, оно опылит, а потомство не дает. И получается, периодичность зависит от того, сегодня ветра северное, завтра ветра южное, и не каждая пыльца, не с каждого дерева может дать потомство, помочь дать потомство. А дальше природные, природные условия. И, наконец, существует такая вещь, как человеческий фактор. Вот тут у нас так любят довести деревья до такого состояния, что они не могут плодоносить. Я выбрал самый простой пример. Я подошел и просто взял, а еще груши же не спелые, а часто хочется попробовать. И, наконец, у всех плодов есть два срока. Первый съемный, он еще за много до зрелости. Почему? Потому что ему нужно доехать до места назначения. Это может быть не один месяц, правильно? Вот. Значит, мы берем и отрываем, когда еще она не готова отвалиться. А мы ее взяли, оторвали. Что при этом происходит? Покажу, например, недоспелой груши. Вот. Вот я сейчас покажу. Я взял, просто дернул. Я не специально вот в этом месте. Она тут оторвалась, так? Да. Что получается? В принципе, вот теперь она будет долго храниться. Если, конечно, вот тут вот так вот не делать, вот так, вот это самое короткое хранение. Рано. Вот это самое длинное хранение. Так. Теперь, я рекомендую, но это же невозможно физически, согласитесь. А вот так вот. Теперь получается, второй срок. Второй срок. Вот это для тех, кто хочет торопиться и нужно успеть собрать. И сохранить дерево отгрыбили. Да. Вот это еще какой-то компромисс. Нормальное дерево, на нормальном дереве они падают сами. Когда падают сами, вот здесь вот, вот это место обламывают, так? Вот. Видите, как хорошо. Чаще всего, когда человек рвет, он отрывает вот тут. Так. И получается, в этом месте, а она должна, вот каждый листик, а под ним, почка. Так. И каждый листик, а под ним, почка. Ну, наверное, я покажу. Вот так. Вот, вот. Вот. Что получается. Они должны еще плодоносить несколько лет. Почему? Вот здесь вы зареете на следующий год, это, это. И здесь будет одна-две игрушки, одна-две игрушки, одна-две игрушки. Когда мы вот так сделали, вот это будет часть отсыхать. И, возможно, на следующий год она вызреет. А когда вот так вот, смотрите, вот это вот, в этом месте зарасти. Когда сама упала, это место само за воском затягивается. И они ждут следующего сезона. Вот эта рана, она уже все. Зимой сюда попадает мороз, и она вся мертва. Мало того, если места, не очень приспособлены для груш. Ну, в данном случае я грушу в руках держу. Но они не приспособлены для груш. Так. Получается, вот это рана. Только сейчас я вот тут оторвал еще пару ран, и отсыхает вся ветка. Потом мы это называем караул. Она начинает желтеть, чернеть обычно. Даже от того, что мы, казалось бы, просто собрали урожай. Потом на нее нападает наша любовь. То есть мы берем ядохимикаты, мы берем подкормки, мы начинаем заливать водой. Кстати, любой перелив воды опаснее засухи. Вот дичайшая засуха с ранней весны до июля. Ну, считайте, до августа. Сегодня 13 июля, да? Вот. Деревям ничего не делается. Вон они груши, все в грушах, только что они помельче. И вся разница. Болезней нет и быть не может. Но я здесь такое правило ввел. Да, мы не доедаем груши в везде. Когда груша падает, я уже не сохранюсь на всю зиму. Я должен зимнюю, осеннюю взять и вот так вот отрывать, отрывать. Но я не могу этого сделать. Почему? Тогда на деревья, а плюс еще, если еще делать обычно, обычная обрезка. Вот. Обрезка на плодоношение есть такой способ. И груши. Есть способ обрезка на осветление кроны. Вот. Многие считают, что ветки растут неправильно. То есть любое грубое вмешательство, по вашему мнению, не может затормозить плодоношение, либо внести в коррективы. Как минимум пропуск. Как минимум пропуск. Дерево надо залечить себя. Отрывать. На нем 500-1000 груш. Нормально. У меня вон там деревья по 30-40 ветра дают. Сейчас мы подойдем к ним. А представляем, я взял стремянку и каждую отрывать. Все, дерево изувесили. А вот это, вот именно отрывание плодов, я специально это делаю, нигде не узнаете, нигде не пресчете. Именно это одна из важнейших причин отрывания плодов будущих болезней. А потом яда химиката. А знаешь, что такое яда химиката? То есть получается, мы либо собираем плоды с пола, с земли, либо аккуратно отрезаем секаторами ножницами. Если не лень, то тогда можно этим отрезать вот так вот половинку. Можно где он тут делал. То есть важно подходить к сбору плодов с максимальной щепетильностью. Если ты дащик, если ты хочешь сохранить и дерево, и плоды, чтобы уже кушать и в ноябре, и в декабре, а бывает и в марте, тогда будь добр, каждый отрежь, да еще с ними так дальше, чтобы на ней пятнышка не было. Потому что, знаете, как снимают, я видел, со стремянки кидают в ведро. Ну, все понятно. Все, готово. Субтитры создавал DimaTorzok